Генерал-полковник Георгий Шпак специально приехал из Москвы, чтобы встретиться с юнормейцами Самарской школы номер 63. 22 февраля 2023 года отряд стал носить имя его сына Олега Шпака. В 1995 году парашютный десантный полк, где служил Олег, отправили на Северный Кавказ выполнять боевые задачи. В то время его отец был начальником штаба военного округа, который дислоцировался в Самаре. И он мне позвонил и сказал, папа, если ты посмеешь сделать все, чтобы меня туда не пустили, то я украду автомат и сам сбегу, то есть совершу воинское преступление. Я говорю, Олег, я никогда не делал плохие дела, и если прикажут, тогда ты пойдешь туда, куда скажет руководство. Гвардия лейтенанта погиб на Северном Кавказе во время переправы через реку Аргун. Его БРДМ подорвался на мине во время сопровождения гражданских машин. Представители Совета ветеранов воздушно-десантных войск предложили отряду юно-армейцев 63-й школы носить имя Олега Шпака. Ветераны воздушно-десантных войск подарили им форму. Не просто юно-армейскую форму, а именно форму воздушных десантников. Со знаками отличия, с настоящими. И когда они принимали участие в параде победы, для нас это было очень знаково. Они шли в этой форме. Они шли с флагом, на котором отряд носит имя Олега Георгиевича Шпака. То есть для них это очень важно. Практически в каждой школе Самарского района созданы отряды юно-армейцев. В течение всего учебного года они участвуют во всех патриотических акциях. Это очень важно и нужно в настоящее время для того, чтобы и патриотическое воспитание у детей, и история Родины, и все то важное и нужное, что можно впитать из истории, чтобы дети знали, и чтобы они принесли это через всю свою жизнь. Теперь в школьном календаре памятных дат прибавились еще две. 29 марта – день памяти Олега Шпака. И 4 сентября – день его рождения. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События.